Эйо, всем привет! Это Дава Дыма, мы находимся в Кальянной Профессор и ко мне обратилась компания Щербетли, чтобы я вам немного повещал о новых вкусах и о том, что на рынок поступила дохера стрёмной поддельной продукции под названием Щербетли. Я это сегодня всё в коротеньком выпуске расскажу про новые вкусы, мы каждый забьём, раскурим, я их ещё лично не курил. И также расскажу, как отличить поддельный, потому что это самая уёбищная подделка, которая может только быть, её в принципе вообще невозможно курить от оригинала, так что не переключайся. Собственно, забили мы уже кальяны, они греются и пока я тебе расскажу про новые вкусы и как отличить поддельный Щербетли от неподдельного. То есть со мной ребята Щербетли поделились, на что нужно обращать внимание, когда вы будете покупать себе Щербетли. Так вот, это оригинальный Щербетли и вот у меня 4 пачки именно подделки, так сказать, да, контрафакта. Сразу на что хочу, чтобы вы обратили внимание, это упаковка. Я, конечно, их уже все раскрыл и забил, поэтому вам не могу продемонстрировать, как это должно выглядеть по факту. Так вот, это подделка. Так вот, смотрите, здесь пакет, он прям реально ходит, то есть он размер больше, чем сама упаковочка. Цвета более блеклые, но может быть хуёвый пакет и у оригинального Щербетли, поэтому Щербетли запаслись парочкой фишечек, чтобы определять, где подделка и где не подделка. И я уверен, что после этого видео те, кто делают подделку, это учтут, но у Щербетли есть еще один козырь, мне про него нельзя говорить, чтобы вы тоже как бы его не делали, потому что я знаю, вы сейчас его смотрите, этот видео. Так вот, смотрите, вот она поддельная пачка, я попробую показать. Самый главный аспект, вот здесь над буквой L есть такой кругляшочек, и в нем выбит знак буквы R. Прямо реально его видно, из желтого фона он сильно выделяется, вот она буковка R. Видите, это подделка, потому что ребята это не учли. Возьмем же оригинал. На оригинале этой буковки R нету, она есть, но она залита краской, то есть такой же золотистой. Это одно из главных, основных таких отличий перед тем, как покупать Щербетли, обращайте на это внимание. Далее, у оригинала расстояние от рамки на штрих-коде гораздо больше, нежели чем у подделки. У подделки оно прямо у граней. Видите, вот это место, вот она подделка, вот он оригинал сверху. И вот это расстояние. То есть, собственно, так и можно определить. И что нас ждет также в самом Щербетли, то есть в поддельном. У меня уже есть открытый мандарин. Все, грубо говоря, знают, как неприятно пахнет мандарин у Щербетли оригинала. То здесь... Нет, нет, здесь мандарин не охуенный. Здесь реально пахнет ничем. То есть, если это примерно... Сейчас я все подвину и покажу вам, как это все примерно должно... Как это все примерно выглядит. Я вот сюда положу не оригинал. То есть, он коричнево-темного цвета. Думаю, видите. И я рядом положу уже оригинал. Он ярко-ярко-красного цвета. То есть, если так положить, то, думаю, на камере можно будет отличить, где подделка, а где оригинал. То есть, подделка более коричневая. Оригинал же у нас прям ярко-красный. Это тоже один из основных. Но когда вы уже купили и открыли, то я думаю, там уже поздно вам. Ой, ебать, я же купил подделку. Уже поздно. Ты бабки уже отдал. Так что, не лохонись. Ладненько. А теперь идем к новым вкусам. У нас они уже греются. В том же самом порядке, что и они выложены здесь. Вот так вот. Так вот, первый вкус в первом кальяне. Я их сам еще лично не курил. Поэтому я буду сейчас вначале нюхать каждый вкус, а потом уже покурю и скажу. Как раз они прогреются хорошо, без клопачков. Так вот, это... Как фиг переводится, блядь? Инжир. Все, тишина. Так, это у нас инжир. Пахнет он с упаковки. Я просто никогда не встречал в еде, в продуктах инжир. Поэтому пахнет он более-менее нормально с упаковки. Приятно. Ничего такого отталкивающего в нем нет. Второй вкус у нас, это во втором кальяне, это гранатовый йогурт. Мы его покурили, и я считаю, что это реально топовый вкус. Очень интересный, очень молочный. Но в нем нет именно граната как такового, прям именно резкости вкуса этого граната. Но он очень приятный, именно по запаху. Далее это Кот Ред. Я не знаю, что такое Кот Ред. Я знаю только вещи Кот Ред. А как это можно запихать в табак, и что они подразумевали под этим вкусом, я так и не понял. Я его еще не курил, он у нас в третьем кальяне. Ну как? Пахнет довольно-таки странно, непонятно. Ну, сейчас попробуем раскурить и подробнее все это рассказать. Далее это Дюшес, то есть грушка, всеми известная из детства, лимонад. Ну-ка. Пахнет он обалденно. Но он отдает более пряностью и отдает каким-то пирогом, грушевым пирогом. И последний вкус, это у нас каштан. Я в детстве, конечно же, пытался раскусывать, да, их там, каштаны эти, но было очень горько. Но здесь, вот это для меня будет реально топ. Пока без по запаху и всех, а каштан, мне кажется, реально крутая вещь. И сейчас мы, собственно, попробуем все это раскурить и уже поделимся с впечатлениями, что из этого выйдет тогда, когда мы это будем курить. Начнем, наверное, с первого нашего вкуса, это инжир. И проверим, что у ребят получилось сделать из инжира. Вкус не яркий. Несвежий. Присутствует, вот это, знаете, родная нотка именно табака Щербетли, и как у всех остальных табаков это есть. Ну, не знаю, что с пачки он пахнет странно, что он на вкус, он как бы тоже странный. Идем к нашему второму вкусу, это у нас гранатовый йогурт. Как я и говорил, пахнет он обалденно, и на вкус тоже должен быть очень крутой, потому что его именно выводят в топ вкусов, то есть последних, которых они сделали. Йогуртовый, но не прям йогурт-йогурт, а более такой мягкий, приятный, плавный вкус. Не сильно резкий, не сильно сладкий и не приторный. Не свежий. Я просто подумал, что он будет свежим, но оказалось, что нет. Надо немного поправить. Так. Вот чистым я бы его покурил бы, и мне было бы, кажется, нормально. Ладно, идем к нашему злополучному коду RED. Код красный. Код красный. Код красный. Я про него слышал, мне про него рассказывали, и мне сказали, что он не сильно, как бы, зашел, потому что он какой-то резкий. Сейчас проверим, правда это или нет. А, я знаю, что это за вкус. Это лимонные конфетки. Да, реально, прям. Именно лимон более мыльного. Оттенка. И конфетки, как будто уже пожеванные. Реально, CODE RED, то есть опасно не курить. Когда пузыри в рот попадают... Ладно, идем дальше. Это дюшес. Я помню, у кого-то был очень крутой дюшес, и все по нему тащились. Типа груша от Дарксайда и так далее. Ну, посмотрим, что сделали нам щербетли из своего дюшеса. Ну, вот дюшес химозный. Вот реально, я прям чувствую химию в этом вкусе. Скорее всего, грушу как-то сложновато им воспроизвести или что. Ацетон. Но химоза прям на первой тяге мне ударила. Ацетон. Я в детстве просто нечаянно выпил ацетона, как бы. Есть ацетоновые нотки, но я не знаю, прокурятся они или нет. Но я этот кальяна поставлю на заметочку, и попозже его уже покурю отдельно. Ладно, идем. Наверное, к самому интересному вкусу. Это каштан. Каштан. Он должен быть крутым, потому что чашка у меня на нем уже люто потекла. А, но это не каштан. Ну, они называют это каштаном, я бы это назвал шоколадным мороженым с орешками. Реально крутой вкус, хоть дыма мало, потому что я до конца не смог нормально прогреть. Да, крутой вкус, не спорю. Каштан для меня в топе. Это реально шоколадное мороженое и немного ореха. Прикольно. Ну, собственно, вот такие вот вкусы, я думаю, подробненько их описал, что к чему, как отличить подделку, не подделку и так далее. Поэтому это был Дава Дым, это Кальянная Профессор и Щербетли. Новые вкусы. Так что ставь лайки и подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok